тем привет с вами своя варим это бесконечный летом вот под названием запутает уши сегодня я не один со мной рэй порова ну как вы знаете озвучить богоса и мне вот сейчас мы сидим мне больше нравится этот арт и вспоминается метро и там какой-то чудик еще сидит вот под названием начиная радость и разрушена липота давай первая часть 1 костер там пальчинала у меня она начала пропадать добрая бесшумная винтовка легла у ног приятное тепло от костра обдает тело но даже она не согреет в эту лютую декабрьскую ночную стужу комбат мужик средних лет чуть ли не всегда сидящий противогазе протягивает мне чарку столичный вот она как раз обрет и тело и даже получше всякого огня подумал я но потом опомнился чертова по его ну что расскажет по этому поводу дружи его голосе слышались нотки подбадривания был худший рейт из всех что я помню так и есть много потерять бойцов трое полегло там трое отличных парней перед глазами до сих пор их тела да хорошие были люди кто на этот раз прикумные бандиты мать их она это она что сможет стать нас расплох и это я как это и это в какой-то мере удалось мы тоже пара тройку несли с собой комбат пить не стал через противогаз трудновато я тоже положил ремку на ближайший ящик желание пить не было никакого совсем лучше перенести это так доклад и читал не беспокойся мы хотелось бы услышать все лично тебя себя понимаешь против комбат уж как тут не понять потерять 3 капец я тебе вот что скажу это была ловушка весь наш злосчастный рейт оттуда ловушка им просто повезло что у нас развит группа была а не полноценная боевая нас кружили понимаешь командир ее группа такого тогда когда никто не ожидал это необычный засада а хорош продуманная когда мы по моему приказу начали вступать они просто-напросто выпрямлюсь у гроба перед нами из чертовых сугробов никогда раньше не замечал за ней проявление стратегического мышления и знаешь они так бежали не звука не единого крика бейсболная засада и от этого мне до сих пор машка по коже бегают черт не уж от этого хватило чтобы вообще понести потери быть это тоже не ясель с тобой что он то и все и дело я же говорю там была она да ну тебе когда ты говорила она ты не имел ее виду что ли сынок это гадина уже почти не выходит из лобусы по ага не выходит троих значит не пули бесшумного вала положили черт возьми быть такого не может чубы и размениваться на обычную мать вашу разведгруппу амбат нервно постукил пальцем по своему колену почти уверен что под противогазом него было задумчиво лицо кто она кто это нормально она 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 там будет можно любая даже вот я с вами глазами видео и есть бы не чертяга талян я бы тоже там остался лежать что-то черточина какая-то почему они поставили на засаду именно ее там же и объект не такой уж секретный как раз вот в этот чертов влаги группы отправляли и уже со счета сбился и я о том же что не то черт возьми такого затевает что пришлось лучшего снайпера на засаду выставлять знаешь командир прошу попытки засад и мне особо давались вот они и кажется развиваются если можно так выразиться черт да мы чуть там синим по игре повторюсь я такого никак не ожидал это только людей сейчас воспринимаю воздух еще было его мы сейчас такой степень испугавствует заменился звук роста на руку пала снежинка но снова пошел снег чертов декабрь нас уже и так занесу на первые его пару дней до по самой небау и ведь и прекращаясь почти зараза таким темпом придется всю горочку вы за это месяц топить то дальше чем потом будем согреваться от черт его знает куда я согласен гулять ешь ты убила свою мать вот как бред вот комбат блин называется еще тут пока что да ладно вижу димите сегодня выдался отвратительным идем уже лучше поспать заду еще обсудим этот центр к скажете командир эти крепота было бы да да а по те спать не очень хотелось может вы прогуляться развить эмоции как думаешь давай чё и прогуляйся посмотрим как там мушка вот еще среди наверно и правда погулять и хорошенько поразмыслить ладно пойду пообщаюсь с нашим технарями они ребят весело настроение поднять умеет что это ветер микрофон громко сказала микрофон усеялся почему-то телефон рядом и я сказала громко я пошагал в сторону мастерской я догадываюсь ко мне сейчас придем все посмотрим как не нам выглядит вообще мастерская заперта на деревне прикреплена инзорета какая-то бумажка записка держим на складе так ясно ну чтож составим компанию даже все равно как-то развеется они веселья будет наверно наверно у вас я все это серию буду молчать отдыхать вообще можно дыхать пока что тишина а нет где-то за рядами стиложей послушались приглушенные волоса и дать не заметили это нам и на пользу отчета проснувший задор подсказано пугать дух не не последнюю коллег на взрыв он втирал что старый федор его можно сказать подрочно едва ли оцени такую как же поступить наступили когнитивным диссонансом кассы давай его крышкира подкрасы пытаясь как можно тише ступать громоздкими серьезно сапогами я подкрадываться к ничего я дома не подозревающим технарям приближаясь все ближе парочки я отчетливо слышал их раз слишком с мощность и честно очень сильно турник нормально стало а все приложение у меня приложение фанилия оказывается понятно нужно в закрытой цепи для начала проверить я тебе говорю ни разу спорю фиде вообще тема выходи раскрыли подняв камень комичные руки высоко вверх я подошел к столику за которыми и обосновались федор и помощник и чего семка детства поле перенка заиграла вот огласился смехом старого мастера да не одеть ведь я же вас это проверял было конечно немного неловко за то что меня поймает при совершении пакости но все же знал на что и да верно стол на нем красовались пара кружес горячие это можно было понять по исходящим оттуда пару жидкостью и термос откуда видать эту жидкость сосуды это не извили сидящий за столом не ловнулись тема чтобы тебе это сначала не заметили и присаживаться парень помочь не достал откуда из угла раскладной стол и притянул мне а федор в это время проводил манипуляции с неожиданно появившейся 3 кружкой и термоса будут обсуждаем последний тест электрическая обогревательной системы с рик протянул мне кружку с кажется чаем вот это запах ягодный чай пусто пахнет правда прошлом году когда еще дожди были месяца два ехать не подарю готовы тут вырос немало ты не боись чего глаза раскрыли все все дизиметром естественно проверено проверено переправили проведу у нас то вот какая ситуация проблемы с электричеством нас вроде нет а учерпаемые ресурсы вроде дров и топлива сейчас очень цены особенно горючка пока что делать и чем я игра почему все глючит глючит нас по полному глючит понимаешь понимаешь почему сейчас в наше время очень важна такая система обогревания электрическая так как и ждут не понимать все пройдено ясно логично и точно по желанию среди такое приветствую со всеми моими руками так мы же так и же мы же и говорим о тест система уже готова и нуждается в них сейчас походу нам показать этих людей часа два прошло с момента наш начало нашего общего чаепития и наших бурных споров дело дошло до красивого финала а именно досталась по стола боян ох ребята помянули быть и тех и тех и на баяне сейчас играть самое время ну вообще-то ради этого сюда и стоило прийти нормально просто покажешься что же делать мне нравится просто покажешься в боем прикольный силан боем нормально можно зажигать вот эту музыку просто девушка говорите честно так и должно быть на же пришла плаще комната ваша девушка лет двадцати пяти с длинными белоснежными волосами аккуратно заплетенные две длинные косы поля наш медик и что я от меня могу понадобиться в такой поздний час нет еще вроде что-то хотела царь я кое-как улыбнулся что не показаться утреченным она узнала что и случай есть одна просьба небольшая слушать я внимательно вы же завтра с новодительным в рейд к лагерям просила на островку ну ты знаешь нас слышно уже об этом на были не вини ты себя откуда ты мог знать что она не знали что шли да ну уж точно не знали что именно катюка ладно не будем они наболевшим давай к делу ну окей нужно кое-что из медпунктов лагеря разобрать так он вроде так весь обнесен давно не весь там есть еще один тайничок давно уже ждет своего времени где это он там находится спросил я почему бы не помочь все же славя у дальнего шкафа с медикаментами нужно будет доску отодрать там заберешь сверток в белом пакете и спрашивай что в нем тем более не смотри это лично справишься думаю да какая мне интересность это выгода спрайты меняются чонок стенки ползла это я только обычное лицо то сказать честно меня как обычно тоже почему так и сказала как будто спуска сказала в страхе она боится не знаю не знаю а вот это дело вот это дело спасибо будь осторожнее я за тебя волнуюсь не переживай я хорошо знаю гадюка она не стоит убивать меня из винтов а уж в рукопашные ей не уступлю точно но все равно будь осторожен ладно доброй ночи у тебе сто процентов стало ясно что это ужасная пешевых а это что за знаешь мне почему-то подозрение идет на ней вот ахвена я вообще не знаю кто может потому что любой вообще кто угодно дверь за ней закрылась и тебе славя какие гитары что там говорю я не понял даже чё-то я говорю минус моя шея болит ничего и специально тихо говорил ну а мне пора спать фраза из прошлого вспоминается в чем сила во сне сила она и верно в нашем мире в нем то она и это ключевых настольную лампу я лег полдомник и веки стали утяжелеть тщина такая напрягающая первая часть вторая утра нового дня старый закончился быстро типа знаешь может быть тут по дням часть этот невозможно это уже интересно будет уже хоть что-то как разнообразие немного мыться трофейная берета когда-то оттопнятого прошлого говоря бандитов как всегда заняла свое место в кобуре на поясе про кпк совсем забыл может зарядить перену его этому чего как-то зарядить какой допустим и динамо машин это у нас какой-то генератор от общей сети лагеря там уже подключимся к основному лагеру сила давайте как думать общее сети лагеря окей хорошо мне нужна разведка начнем процесс зарядки снова вращение на сегодня думаю стоит оставить крюку дома и взять что-то мнение дальнобойное что-то как раз подойдет есть придется отбиваться от крикунов надо еще и вы приходите глушитель закинув подсумок пару запасных рожков и две пивки выхожу из своего за холостного пристанища просто когда ты лох и не разбираешься в оружиях черта снегопад не прекращается почти никогда что просто белый экран за же у нас под ним за похоронить принцип после того что мы сделали это будет справедливо давать класса ты пассива к числами глаз не белый экран это напоминает какую-то школу если честно да больше на школу похоже на что небольшая вот ладно мне не надо какую-то школу точно упоминает но смотри вот эти вот квадратные эти и до сих пор в некоторых школах используют у меня в школе допустим такая херня есть до сих пор даже наша небольшая база на крайне райцентра к счастью держится уже не первый год здание школы и ближайшие участки отлично подошли до этого это школа но мы угадали добротно высокий кирпичный забор что является довольно необычным решением для территории школы пошел нам на руку за пару месяцев мы постарались превратить это место настоящий укрепленный лагерь кое-где достроили стену организовали смены патрули по периметру несколько встроенных умельцами сторожевых вышек небольшие минные поля в особо опасным для нападения участках колючку стараемся держать под напряжение все это спасало нас уже немало времени поэтому я просто так и честно сюда нет да да так просто ко мне подошли ко мне просто подошли сказали что вот повернулся до сказать она чего код вернулся все нормально уже немало времени но когда приходит зима то начинается проблем электричество это конечно хорошо это еще работающие местные газ у нас его бесконечное количество вот количество работающих электро обогреватель давно уже подошел к лицу чертовой китайские поделки даже ближайших бывших населенных пунктов не нашлось ничего лучше этого металлолома вроде наш инженер иначе сооружать что-то вроде системы обогревания может все это уж не знаю то ли вспышка той а повлиял на докторе сама по себя так обычно так так и и Да, согласна. В смысле? У меня? Да. А, я поняла, почему. Нормально. О-о-о-о. Ничего, ладно. Снега вырастать весьма не успела. Начинается, но поработать. Нам пока удачно удавалось, но не стыдим осталось еще чужели. Немножи, охота, не сместить их не стакнуть. Я не понимаю. Даже одна идея. Уждай на базовасковый месяц. Все расходы топлива от весны таким темпом иссякнешь уже к маю. Я вряд не подойдет пораньше, если честно. Так, красота. Пойдем к Савенку, короче говоря. Да? О-о-о. Ну, полагаться надеяться на такую богосклонность природа не стоит. Поэтому иначе проводить постоянные рейды в Савенок. Поискать хоть у кого-нибудь топливо, ресурс для проживания. Я прав был, это Савенок. Из райцентра в Савенок. Правда там расстояние приличное там. ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никакая, у него там. Демметров сто точно. Поецентра внесли еще до нашей прибытии сюда. Большей частью. Так что осталось только искать отдаленных городов. Но туда не добраться, пока наши механики не долатают транспорт. В прошлый раз ему сдало досталось. Чёртова тварь, они люди. Мы к ним с мира, с предложением обмене ресурсами. А они... Чёрт, сколько же тогда наших полегло? Десятка личных бойцов остались смотреть пиздонными глазами на небо. Я говорил комбату, что худшая вылазка была вчера и позавчера. Нет, худшая была именно тогда. Да. Ничего, если таки добрался до той мрази и перерезанного его глотку. Но было ли это победой? Нет. Скорее, немного смягчённое место поражение. Только любимый не теряй никогда. Даже самое тяжёлое вылазки удавалось провести вообще без потерь. А тут больше 15 человек. Немыслимо. Сколько вообще населенность в этом месте уже? Так, о чём я? Ну, ясно скажу, что нам будет уже ясно, сколько осталось уже. Опять о воспоминаниях ушёл. Ближе к сути, присуток в столпе, не поездовён. Благодаря своей одолённости, так там осталось нас. Свою ротов. Свою ротов. Свою ротов. Свою ротов. А разве это воспоминания? Что это воспоминания? Я не ездил на паук сюда из той смены. Старые товарищи стали предъяврагами. Что стало сиянно? Я до сих пор не умею. Я не буду пугать, что она не чувствует. Просто буду пугать. Погоди. Стопэ. Значит, мои предположения, что ли, оправдаются? А когда мы были друзья? из рогатки все таки движут самому интересно объяснить ахуле блин это за это улья он так и назвал просто думаешь это улья это улья я уже сразу понял что про засаду когда он сказал то я понял о села и ульянка началась такая хорошая мастерица засаду надеюсь сегодня мне не посчастливается с лица его головорезов я не хочу терять еще людей я себе не по я себе не прощу не прошу если не прошу что прощу там скорее всего там будет написано себе я знаю главный ход заперт я постучался за и по-то загорел тобой знакомым голосом из рации на груди комбат значит за бумаги мысли мыслью слышу по я и кто-то 5 в окно а там ты аки грибник фой по и рвешься чё-то нас чё-то не смешок про пробрала верно из-за всего этого в последнее время эти отчеты и а ну и из них сама сурсов как не бывшего кабинета директора и правда виднелась физиономия 7 любимого комбата чё тут закрыто то техники наши семён хоть и запчасти не особо тронутые готов умом про я не как-то бы арендовали будут тестировать системы электрообогревания закрытой цепи чтобы вас в основном ничего чертям не полетела короче ваш сбор сегодня в оружии не боясь твои люди уже оповещены она понял удачи и потом посреди пояс показалось пошел показал после столь прекрасный радиобеседа я направился стороны оружейный ветер падал сильнее и мной был скорый шаг и зачем я себе тронула глаз да у меня на руках так скажем сок от апельсина это больно а первая часть витя крюка жару было непонятно становится тебе понятно становится чего непонятно что такое музыка из метро вас лайк о боже блять я теку от этого я уже слышу как ты там течешь блять кто посмотрит просто все потекут атаку такое наслаждение такое наш воспоминание просто крюка старая добрая крюка только раз на спасла мою мою жизнь бандитов и крикунов у nissana на это свет а кстати здесь по ходу а еще ты знаешь какой фотографии так как будто бы сплющены точно как это я уже слышу это внимание наружу все поняла это как у меня фобия а фетиш на шарфике это гениально орудие убийства создана на основе винтореза еще не разами не подводила с легкой руки нашего ружейка на ней появился и глушитель хотя куда мы пропасть с вала бывший их обычный клип и панили сразу с глушителем я вспомнил через 4 2 короче а тут походу у них аналогичное повествование по стандартам типа не не по очереди а просто идет разные отрывки хоть и до сих пор не понимаю как он ее так смог модифицировать надо пришлось очень кстати мужик у нас очень талантливый мастер также у вас в одной из волосов достать отличный раминский прицел и применять свой стандартный именно прицел спасал меня столько раз нож а забота нанесена камуфляжной краски на ее корпусе и я и не говорю когда я ношу ее в одном из заброшенных ружейных магазинов пару город городка а они полегать сюда поминает хозяин магазина похоже очень и дорожил полностью то на гриме обычный человек вряд ли бы что-то нашел ну на это у меня была своя манская чулька на втором этаже на складе коим назвать уже не представлять возможно по самодание шкафчика с патроны под пол под моим версия весьма необычный скрип ну а думаю что тут так вот скрипнула и скрипнула дощечка ничего особенного ошибочные метки не моя интуиция не очень нравится не подвела от вы пара досок я достал большой и продаголатый кейс пришлось долго повозиться с кодовым замком на ручке но на того стоило вот он есть хотят краски сказать про то что он вспоминает за оружейника он пошел вооружение и там его сами скажи насколько как ему фартит просто не понимает весенам в игре там какие-нибудь не фартит на что-то еще да просто сука 5 портала подачу но этим я всегда мечтала мощный шум на винтовке возможно до что до до вспышек я тайна полу вас выжили выявил и ппп по своему названию тварь красный образецами помещения снайперской винтовки на среднем дистанции со скоростей на автоматом ну такое оружие наверное было только у вас писать подозрение беру а фсб достать его более тем более после не разберите со вспышкой . когда у тебя папа сказал у тебя батя снайпер краски где его достала гатюк одному черту известно найти хотя бы свд как у меня было уже великое счастье а тем более с величиной обоймы сколько раз мне предлагали обменять сколько пытаюсь от без силы а ведь немало нихрена у них одни слов не вышло как-то у меня спросили а почему кулька то я редко задумался над этим одном баре еще до этого как не вступил группа охранник мордово рассказал ты пугались или своей крюкой а когда название закрепилась понравилось мне может туда он конечно сказал крюк вот это же и неважно как просто это слово ребята до нее у меня было только одно оружие мой родимый 74 унесен еще со времен первых эвакации она тоже до сих пор незаменимых тяжелых ситуация но на дальней дистанции я предпочитаю брать не на прикупку для отлично подходит ну а для полноценный рейдов можно я к брать сразу два брать и цирика и вблизи мочи лучше если чё 3 сразу так и живет сука боже на живет следующая часть четвертая глава 1 5 4 перед бурей интересно мне кажется 5 будет жестко у мочила чувствую будет и наружу все такое блин что-то я задумался над думал просто то раздание спортзала пера бордо переоборудована нами под оружием выскользнула из-под пленей снегопада и привычный скрипнула когда я вошел из этого места отряда будет до я прям прям в руках с оружием в нем во мнимке блин за отряд для войске уже собрался и ждал мне на месте сервисы были знакомы бородатый бакенбардом олеан как всегда притащил свой любимый печенек тяжелый пулемет калибра 72 а здесь группе он пулемет имеется ввиду конечно не особо полезен но в тяжелой ситуации несравнимы незаменим на всякий сам нужно последующий жени как обычно покурила в сторонке рядом на старом стуле висел кеда и сам эффективно оружие надо их дистанция зато хорош на средних и ближних рано обычно используя 12 7 метровый крупнокалиберный выхлоп выхлоп ты ух ты блядь я сука уже точно ку блядь навиделась и вышел обойтись п.п. ну блядь сейчас самый главный проект не просто не растворить о лена а привычки за то число охотничий нож вы прихватить бизон без санта херня до лишнего ноги нет равных их но без огнестрела есть самоубийство и там конечно быть мать используя ножа гримаса не такой l переправлял свой трофейный 103 а к старая привычка проверять оружие сейчас спасала от смерти у него единственное оружие сюда было в идеальном состоянии и никогда не клинит небо столько энтузиазма отпущу и я шарик да а кажется все сборе так не еще раз ну что все готовы двигаться у кого зажим начальник идем через тест те знают пуля только музыка забрала я не слышу не 4 стала играть тихо сейчас играет она увеличивается надо все слышно напряжка я помню эту музыку я потом тебя я потом включу тебе там есть кинут услышишь какая музыка отряд утвердить на кино как но в там по идее должно быть по минимуму но все самое смешно это то что он сказал да я их всех натянулись и чтобы тянет просто поверти в руках свой огромный пулемет показав этим на что он собственно собрался натягивать этих самых харькунов я тебе верю но все же будь поаккуратнее окей так же как и прошлый раз задача у нас осталось прежнее осмотреть неизучно ранее территорию лагеря и обстановку вокруг возможности забрать некоторые ресурсы и я черт возьми надеюсь что сегодня обойдемся без потерь о дверь за спину скрипнула и помещение вошел комбат войны бойцы и приглянулась новости на сегодня вылазка отменяется по есть какие-то проблемы у нас всегда только одна проблема и ты это знаешь чтобы снова штаммовое предупреждение 20 метров в секунду это так моргает он и даже не говоря про треклеттый снегопад но это также означает что и говорится котелки не были сегодня свои норы аж сам помню что я задумал идти твое корамы такую погода вряд ли вот и отлично нам точно никто не помешает семён я знаю что ты парень рисковый мы не просто даже во все тяжкие из-за одних только разведанных они большом лагере на вас чтобы не то не не стало нужно эти источника тепла и а единственное место где нам у вас остаться этот чертов лагерь техничное электричество в бункере и все понимаю но пожалуйста поверьте мне все будет хорошо я личную часть за это дело нашего яка ненадолго призадумался меня все равно нет правил на самом деле дело твоя но за потери будешь головой отвечать мы еще вчерашних не успели похоронить и переживайте все никто не умрет одеясь 1 2 3 7 должен понимать что он вручается за них не вручиться то будет проблема для семена и проблема для камень комбата для брить на кино и вышел я взглянула меня с вопросителями взгляда может все же он прав не стоит все не ломиться переждем и завтра сухой и снова наверно вернемся на этих ублюдков нет надо идти сегодня пока они свои дыре сидят надо что-то решить мне кажется это плохая идея я прям почувствую я почую так ладно нападет окажение остальные отбой нормально же не до близники море зато шоу выкуренную сигарету каких но не нужно только один человек для прикрытия они талялся натягиваем пулеметом лет 500 только под маской стало немного озадачены расскажите ну если что это не говорил да только свистните ну слышишь минус я аккуратней там кликунов лесов еще в лесах еще хватает в этом нам было право да надо бы с нажал на них на оба спокойно сейчас окей если что в бутин жень выдвигаемся чем выбрали не наше не вообще не понимает у меня сейчас только папы в руках а выход ты от очень не сгодится потому что снегопад сейчас этот чертов выку хорошо на разведку разведгруппы потому что тишина никто не слышит 1 5 что с нами стало по моему да много снега очень много снега забивается уже наверно во всещении моего армейской комбинезон даже два свитера добротной армейской броники комбез не спасать 2 ряда про порыве ставиться со снегом тот еще мороз тут можно ставить камин каламбур даже не продумал не меня подумали всего из очки и были наушники через полный материал я костюма химизащита наверно ни одна снежинка не проскользнет костюм химизащиты пробиралась впереди осторожно входя каждое дерево не хотим защиту знать подумать осторожно здесь точно не помешает по моим подсчетам мы уже должны подходить к лагерю а чертова метель выселиться с каждой минутой говорю же жопой чуешь уже плохое вот дошли лишь из давать первый раз увижу вспомнилось прошлое я любил зиму и снегопады до первых вспышек вируса зима была моим любимым временем года как в детстве так и в взрослом возрасте даже сам понимаешь испугался в облию фух алиптика тут обязательно это все ну блин помню как маленький в радоваться первую с него ведь не чудо рета с неба падать прекрасно мило снежной снежинки и сверкая на солнце мягко ложатся на промерзшую землю образуя все новые и новые субботы а как было приятно скатать первый снежок построить снежную крепость или снеговика в конце до концов и незаботное детство уже не вернешь от него остались лишь редкие вспоминания что стало сейчас музыка троиграет сергическая детская смертность очень взрослого взросла болезнь эпидемия дают о себе знать когда все это началось люди словно слышали с ума беспорядки на улицах мародерство из-за быстро растущие заражение ноги пока оканчивали собой самостоятельно потом мутирующий вирус воскресил гневых тропов и так называемых и кунов черт возьми сокращивали наподобие наканчивал она сначала теплых а потом страшных вспоминаний совсем отбил у меня чувство пространства я войти прямо спину мои свои напарницы извини уже был извини уже было хотели сорваться с моих лоб тоже не резко пихнул меня в бок и указа пальцем вперед мускул таки мы так добрались но музыкально кружка которым мы шли оказались гости и по звуку на неспешно бродили ухода попутно щекая щелка месткой же все-таки твари с ним сделали сделал этот чертов вирус грибок-паразит черт бы его побрал а все я вспомню какой-то какой-то вирус это из игры один из нас так сказать по следующим 4 который выходил внутри допустим 3 потом перезали на 4 продолжаем что у нас там я беру право ты варишь 2 шепота же недобрительно темно 1 быстро моего 7 4 попал твари прямо в голову а по-другому и быть не могло даже и 2 твоя повалилась на землю источая обезображенный хрип сколько же их местных лесах недавно же рейден защищает скоплений на сопилке отчет их разберет покусает кого-нибудь и вот тебе новый солдат а в армии грибников куда идем дальше я подумал откуда лучше пойти выбор так выдвигаемся столовой решив что лучше сделать крюк вдоль ограда лагеря чем перейти через открытый центр мы поперись сторону клубов но мое удивление здесь метель немного ослабила свою хватку и теперь можно было разбереть хоть что-нибудь дальше своего носа и за кружком вас зона повышенной радиоактивной опасности автора постарался на совесть потому что он добавил все это заснежено так сказать да ну там тоже был всем мире тоже заснеженную поручено это все еще а водя здание музыкального кружка чтобы не на не наглотаться ради кулидов мы двинусь по нему кружка кирбин в нем кстати как и национальных здания красоваясь две большие буквы оба д на беззнача что здание обнесено таким значением пользовались почти все рейдеры и сталкера не исключением стала и наша общая страйцентра а понятно отчет для каждого выжить выживших сайт или буквы и сколько воспоминаний от папашка музыка муж няшка сменам мне папа если по перезад кого-то вчера есть это там автобус никто не думал что ты же такое будущее это специально на винта атмосферу такое чувство тоже есть что же с нами стала мир изменился из ними изменились и мы каждый раз утешая себя я должен тех беззаботных пионерах это даст 3 в этом лагере все они в какой-то мере изменились под стать тяжелым временами я и сам стал отвратительный человек если вспомнить чем я только не занимался после первых вспышек убивал за деньги воровал ресурсы снова убивал куда делся тот образцовый пионер семён да что поделать когда такое происходит не только это сделаешь и роз вижу написано вирус боже помоги я смотрю чем я смотрю на стенах все написано было там написано помогите на машине вирус может мы не идите вот вижу помогите еще смайлик блин нарисованы на эту же знаке рисовал умер умер когда на его глазах близкие ему люди превращаются ужасных тварей вы проветел сообщи и не смог спасти не мать не отца не свою любимую сестренку настена она не должна была так умереть сердце ёпнула из-за воспоминания почему я все еще живой то кто но никак не я должен жить уж бы она жила вместо меня хотя кто знает как лучше знаете пипец говорят что пусть такого человека за к закаляется ожесточается мне кажется там наверху написано 1927 нет я тоже ты вижу тысяч двадцать седьмой год они построены было говорят что пост такого человека закаляется ожесточается превращается бездушного зверя потеряешься на свете наверное в такое животное я превратился у я не чувствовал страха ведь у мне не было страха смерти при я желал поскорее отправиться в мир иной но не терзая себя дальше наверное поэтому я все еще жив ведь человек который не боится умереть способен на нечеловеческие усилия после параллески то не одиночкой на меня так вышел один старый знакомый и предложил вступить в их лупу мол такие люди как я очень сцене мог группе бывает безопасно не даже служить не хотел был мне уже опыт работы в группе но появились причины по которым я все же согласился вступить к ним ничего терять верно пара лет назад я бы не моргнул сказал это что я сразу сауне моего вспомнил и первый сезон но сейчас следующая чистая была первая чистая ошибки прошлого сталкер бары серьезно на саге я бы сталки снова сыграл я все сталки наш модификации по проводил добрый бар в этом карте у долгов цов я рывком допил за спирт спиртованное месила которая местно звать бурбоном ну и 3 лучше все равно не найти в здешних краях ну и дрянь ну зато хорошо либо уже пару шагов от меня когда из-за спины послушаться оклик эй бродяга постой и большой рослый мужчина на нет лет 40-45 длинный плащ и маска на яйце он беззаботно крутил в руке довольно редкий в наших краях старенький семизарядный револьвер системы наган странный тип чего тебе даже шмыгнув носа работа есть парень интересует как раз да тебе этими словами 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 он стал за стойки и направил смысл с этими словами словами да такое мы все сдохли до чего да вот на лично земле написано мы все сдохли мы уже сидим тут довольно долго просто так улыбнусь там ухарикс из ничего темнеть и позже видно варшавский так все к вам уже подходе голос варшавска прозвучал на ближайшую из ближайшие укрытия именно так назывался мой наниматель не поливать как его зовут и заданием откроет говорят скверная но сама которого он предложил заполнить засаде она довольно внушитель для обычного я и на наемника вроде меня отказываться такого было бы ошибкой но как я уже сказал дело мутное и все же я здесь с минут на минут подъедет этот злосчастный конвой мое дело просто убить ублюдков что выйдет с автобуса когда спустит колесо ничего сложного но опять же сердце чуяло что что-то здесь не ладно далеки послушать звуки автомобилей ух ты ярко из два пятиэтажки показался первый автомат не прошла легкая бронированный джип неизвестны мне марки и модели со средней скоростью выкатался на дорогу следом еще один такой же и вот наконец выехал немного подкрепанный школьный автобус предложительно именно в нем по отверждению варшавска и должна была быть была должна быть добыча бандитов из последнего рейда этих убийц мародеров и я и жреть не стану мгновение и поле одного из напарника варшавска бесшумно пробивает передние колесо 1 автомобиля небольшая колонна как и ожидалось остановилась включая автобус убирать людей не впервые после сотни убитых крикунов перемешка с бесчастными ублюдками это вошло у меня даже в какой-то степени в привычку подумать только привычку убивать водитель вышел осмотреть колесо из 2 автомобиля тоже вышли двое возбудить таки выглядят странно форс машин совершенно не то секунда и водитель уже летит над землю так уже слишком поздно размышлять по крайней мере трех охранников основе заводилась или сам варшавске своего церкви 40 слова или варшавки своих упоколок более 7 трупов у нас как ожидаемо без потерь остался автобус они известны из него сопоставим начал боя и шина и сам наводит на мыс вот там никого нет водитель тут точно должен быть остаться варшавский конец вызываю первым выйти из укрытия но если его сразу не сняли то мне опасаться уже не стоит я прости за ним странно чего тех еще отбросов набрал варшавский по странности честно если я не бандит кто это был какой-то сброд и небось и за еду работать готовы какой-то степень ей сам не с ними чувствовался отбросом по сути так и было из автобуса послушаться выстрел пуля от крикошетила рядом с моей правой ногой допустим давай давай лучше я думаю там уже думаешь мне как-то страшно становиться ну ладно короче было не боясь прочитаю пожалуйста не надо можете забрать все только не трогать женщин и детей они заткнись раздался быстро нагана потом женские диски пики такого хрена ты творишь ты рассказал что этот конвой бандитов ты бы заглядел форма новой спит и бойцов несомненно это гражданские что же я надел по кнут а ну-ка возьми нашу дружка нам коп из одиниста полю в башку мудаку одни из этих убитка настану место своего старого полу разбитого 47 чего при великим на вот ты их или произнес этот парень в это время варшавский было вниз автобуса мочонку лет 7 тот весь заплаканный пытался отбиться почему это удар в теме бедного ребенка и тот уже без сосна не валяется на земле передо мной зачем убедок после ты меня в тяну эти гонорками разорвать скотина точно начало мне даже сам когда заорал тебя потом начало так колеблется сильно и восьмик разнется по сути не сделаешь говноед один обычный наимный наемничек он изобразился в пабе и пежо это бандиты работа плевая заплатим нога его лицо до сих пор сказал злобная химия улыбка глупы на ежике такими как ты легко манипулировать ведутся армасова податры до всякую ересь податры вы какие-то мои бандиты она просто ствол своего революрного мочонку не смей это делать слышишь и смелый убивать невинных он посмотрел на местный с явным выражением удовольствия зачем он ставит это спектакль ресурсы семян это конечно хорошо знаешь как приятно убивать беззащитных чего вот посмотри на эту мочонку он не может мне ни хрена сделать как щенок я точно кукла с которой я могу делать все что захочу я хочу убью а захочу превращу украшение своем капоте да тоже псих псих ебанутый маньяк тема от нас мыло подгузниках да посмотри вон там лежат жмуры их убили твои пули не смогу сказать я должен в городе идите военным мигом прикончить закупы снова ясно захотал да что мне твои военные что они могут сидеть себе на базе даже задницы и жирно оторвать на со стола не могут дурака рубиться ты сам-то веншивых правосудие что ты молчишь мудак а ну ладно пора с этим заканчивать не смей приятие ребенка убить его на его глазах ребенка нет силы сдерживать эмоции появился на колене по пост мачку мачку ублюдок во мёртвое тело на моих руках уже я надела все из-за меня я понимаю взрослых бандитов мне детей ладно кончая вас иных и валим от тебя мы пожалуй наградим